15 февраля 2013 года. Этот день жители города будут вспоминать как страшный сон. В 9.20 утра по местному времени горожане увидели, как в небе пронесся светящийся объект, после чего произошла яркая вспышка и прогремел мощный взрыв. Метеоритный дождь, последовавший после взрыва, повредил десятки городских зданий. В больницы обратились более полутора тысяч человек. Сразу после катастрофы была создана специальная комиссия. Проведя химический анализ космических обломков, ученые выяснили, что на Урале упал хандрит, один из типов каменных метеоритов. По предварительным расчетам, небесное тело диаметром около 17 метров весило почти 10 тысяч тонн. Но открытым оставался самый главный вопрос. Почему астрономы оказались не готовы к внезапной атаке из космоса? И предсказать, есть объекты, которых мы не знаем на сегодня. Это кометоподобные объекты, они прилетают к Земле и сталкиваются при первом же пролете. Вот эта опасность представляется, может быть, наиболее редкой, но совершенно неустранимой. Побережье Сицилии. Утром 19 февраля 2013 года начал извергаться вулкан Этна. Из недр горы потекли потоки горячей лавы, сопровождавшиеся мощными выбросами вулканического газа. В этот раз сицилийский исполин выплеснул лаву на 700 метров вверх. Из-за сильного ветра близлежащее селение завалило пеплом. Была приостановлена работа аэропорта Катании. По мнению специалистов, это извержение Этны уже восьмое в новом году стало самым мощным в новом цикле активности вулкана. Сочи. 26 декабря 2012 года. Ночью в Черном море на расстоянии 150 километров от берега произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. По словам сейсмологов, это землетрясение стало самым мощным за последние 20 лет. Через месяц окрестности Сочи снова затрясло. На этот раз очаг землетрясения находился в море всего в 20 километрах от города. Местные сторожилы не припомнят, чтобы трясло так часто. За неполных три месяца три ощутимых землетрясения. Отчего трясет землю и как долго это может продлиться? Энергия больше, чем ожидалось. Это может быть связано с тем, что накопленной энергии предначально была больше, и разрядка при предыдущем событии была не полная, а, допустим, наполовину. По мнению ученых, все эти сюрпризы природы – начало эпохи глобальных катастроф. Миллионы лет назад на Земле уже происходили катаклизмы, которые один за другим уничтожили почти все живое на планете. Однако ученые считают, если бы Земля не пережила эти катастрофы, или они происходили бы в другом порядке, человечество, скорее всего, сегодня бы не существовало. Более того, последние исследования доказывают, что совсем скоро наша планета может войти в очередной цикл катастроф, и предугадать их последствия невозможно. Неужели близится тот день, когда все живое на планете погибнет? Станет ли это началом конца для всего человечества, или мы извлечем опыт из прошлых катастроф Земли? А значит, сможем спастись. В священных писаниях всех народов мира есть описание глобальных катаклизмов прошлого и пророчества о грядущих катастрофах, ведущих за собой гибель всего живого. Всемирный потоп, гибель Содома и Гоморы, исчезновение Минойской цивилизации, последние открытия исследователей говорят о том, что все это не просто библейские сказания. За каждым из этих событий стоят реальные природные катастрофы. В 2009 году американские археологи объявили о сенсационной находке. Во время раскопок вблизи Мертвого моря им удалось найти развалины древних городов. Археологи предположили, что нашли библейский Содом и Гоморру. На месте раскопок исследователи обнаружили уникальные древние артефакты, керамику, украшения, оружие, среди которых были и человеческие кости. Тщательно изучив находку, ученые пришли к невероятному выводу. Возраст останков – второе и даже третье тысячелетие до Рождества Христова. Это подтверждало версию о том, что там стояли Содом и Гоморра. Но самое главное открытие ожидало ученых позже. Проведя химический анализ останков древнего поселения, ученые обнаружили, что главной причиной уничтожения городов стало сильнейшее землетрясение. Считается, что они находились на берегу Мертвого моря, недалеко от того места, где сейчас курорт Энгиде в Израиле. Содом. А Гомора на другой стороне. Так вот, понимаете, там имеются сейчас на поверхности такие шары, пропитанные нефтью. Но там выходы нефти есть. Возможно, вот это вот пожары, которые были, это следствие крупного землетрясения. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь с неба. И не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли. Так описано в библейском сказании гибель Содома и Гоморы. По мнению исследователей, катастрофа произошла примерно 4 тысячи лет назад в Палестине, в районе современного Мертвого моря, и стерла с лица земли два древних города. Это район очень сейсмичный. Там проходит такой разлом вдоль вот восточного берега, западного берега Мертвого моря. Возможно, было сильное землетрясение. И выброшены были оттуда вот части битума, которые загорелись. И вот это преломляется вот в такую, понимаешь, в Содом и Гоморру. Неужели современному человечеству еще предстоит пережить ужас, сравнимый с тем, что испытали жители библейских городов? Начало 2013 года ознаменовалось серией серьезных землетрясений в разных частях света. Дрожь земли ощутили жители Северного и Южного Кавказа, Камчатки, Курильских островов, Индонезии и Монголии. Более трех тысяч человек пострадали в марте от землетрясения магнитудой свыше пяти баллов в северо-западном Китае. Не перестает трясти японский архипелаг. Февраль. Землетрясение в районе Токио магнитудой свыше шести баллов. Март. Снова трясло остров Хансю рядом с атомной электростанцией Фукусима. Еще не оправившись от страшного землетрясения 2011 года, японцы постоянно живут в ожидании очередной катастрофы. События в Японии отзовутся в соседних странах и на российском Дальнем Востоке, и южнее, на Филиппинах, в Индонезии. И дело в том, что большие массы океанической воды, которые проникли под литосферу в разлом в зоне субдукта, они охладили зону субдукции. И поэтому землетрясения пошли на убыль. В феврале серия подземных толчков разной мощности прокатилась по Якутии. Российско-американская экспедиция ученых установила в эпицентре две электронные сейсмические станции. Результаты исследования оказались шокирующими. В недрах Дальневосточного региона России пришли в движение тектонические плиты. Это значит, что прежде сейсмически спокойный район теперь представляет собой потенциальную угрозу. Это непрерывное движение плит. Скорость у них сантиметров в год. В общем, 10 сантиметров в год. Медленно. Это примерно скорость роста наших ногтей или волос. Вот. Медленно. Но за 100 лет накапливается такая энергия, что они проходят, так сказать, расстояние. Эти плиты движутся за счет конвекции в манте. Это вот так называемая тектоника плит-концепция, которая привела к революции в науке Земли. И эти плиты все время перемещаются. Где-то они накапливают энергию, где-то она разряжается. Землетрясения начала 21 века стали неожиданностью для сейсмологов всего мира. Изучив стихийные бедствия за последние 110 лет, ученые пришли к невероятному выводу. На Земле началась эпоха повышенной сейсмической активности. Раньше таких трясений не наблюдалось больших. Ну, они были, но, во-первых, они были очень уж редкие. А здесь за 10 лет нашего столетия уже произошло три самых таких вот крупнейших трясения. Это то, что называется сильнейшее землетрясение с предельной магнитудой 9. 26 декабря 2004 года у берегов индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой свыше 9 баллов. Гигантское цунами стерло с лица земли прибрежные города и деревни не только Суматры, но и целого ряда стран Юго-Восточной Азии. То есть волна прошла от Суматры в Индийский океан, потом пошла в Атлантический океан, в Тихий океан. То есть весь мировой океан, весь земной шар был занят этой волной. Совершенно беспрецедентное событие, оно было заснято. Обогнув земной шар, цунами погубило более 230 тысяч человек. Но это была не последняя катастрофа. Подземный толчок был такой силы, что сдвинул тектонические плиты на дне Индийского океана, изменив расположение островов вблизи Суматры. В результате остров сдвинулся на 30 метров, а на дне Индийского океана образовался разлом длиной около 1200 километров, который стал причиной еще 10 сильнейших землетрясений. Это значит, что что-то поменялось в режиме литосферных плит, и те модели, те концепции, которые существовали, нуждаются в пересмотре. То есть даже наука здесь оказалась не очень, так сказать, адекватной в этом плане. Но что стало причиной таких внезапных и мощных природных катаклизмов? В поисках ответа на этот вопрос ученые пришли к сенсационному выводу. Дело в том, что поверхность Земли, состоящая из семи литосферных плит, находится в постоянном движении. Еще недавно эти сдвиги были настолько незначительными, что человечество их практически не ощущало. Однако в последнее десятилетие ученые наблюдают настоящую аномалию. Тихоокеанское дно постепенно сдвигается под континент. И это становится причиной мощнейших землетрясений. Землетрясения происходят в так называемых поясах субдукции. Там, где литосферные плиты на Земле перемещаются, и они там сталкиваются в зонах субдукции. В основном это по периферии Тихоокеана. Вот эти желоба. Курийский желоб, Алиутский желоб, Японский желоб, там, Чилийский желоб, там, где зона стыка океана и континента. Но почему литосферные плиты неожиданно пришли в движение? Ответ на этот вопрос ученые нашли далеко в космосе. Последние научные данные шокируют. В 2013 году сейсмическая опасность во всем мире будет только возрастать. И причиной тому активность Солнца, которая в течение двух последующих лет достигнет своего пика. Это значит, что природа готовится выпустить пар. И еще ни одно землетрясение сулит проблемы жителям сейсмически опасных регионов. И хотя опасные зоны ученым хорошо известны, где и когда произойдет очередное столкновение плит, предсказать почти невозможно. Надо научиться предсказывать, где эти места, опасные, ну, более-менее, это известно, в общем виде, это известно. Но вот конкретно, когда и где произойдет, это вопрос такого краткосрочного прогноза. Вот здесь очень много проблем. Но почему Солнце активизировалось именно сейчас? Неужели настало время новой эпохи катастроф? Наши древние предки считали, что все природные катаклизмы – это божья кара человечеству за грехи. И сегодня исследователи находят все больше свидетельств тому, что наши предки были правы. Совсем недавно в одной из сур Корана они обнаружили древнее пророчество. Подождите же дня, когда небо изведет явный дым. Он покроет людей. Это мучительное наказание. Что это, как ни пепел и дым от извергающегося вулкана, погубившего не одну развитую цивилизацию? Неужели человечество ждет та же участь? Только за несколько лет нового века на Земле произошло более десяти крупных извержений вулканов. Сильнейшие землетрясения и цунами сотрясают планету каждый год. Ученые бьют тревогу. Угроза глобальных катаклизмов, способных поставить человечество на грань исчезновения, действительно существует. И таится в недрах нашей планеты. Весной 2010 года Европа пережила настоящий апокалипсис. После двухсотлетней спячки проснулся крупнейший исландский вулкан. Его извержение привело к настоящей глобальной катастрофе. На несколько недель вся Европа оказалась окутана плотным слоем дыма. Сейсмологи уверяют, первым звеном в цепочке катастроф, которые ожидают Землю, стало извержение исландского вулкана Эйяфьатлая Кюдль. Любой вулкан сам по себе представляет, конечно, потенциальную опасность. Потому что у каждого вулкана есть свой характер, свой тип извержений. И это известно. Есть вулканы, которые выбрасывают только, допустим, пепел. Некоторые изливают только лаву на поверхность. А некоторые взрываются и могут нанести большой вред и ущерб окружающей среде и населению. Но что означает эта пугающая активность вулканов, внезапно проснувшихся по всей Земле? Неужели цепная реакция, которая может повлечь за собой гибель всего человечества, началась и ее не остановить? В поисках ответов исследователи обратились к древним текстам. Это старинная фреска, изображающая последний день Помпеи. На ней страшная картина извержения вулкана Везувий. 24 августа 79 года нашей эры мощное извержение похоронило под раскаленной лавой сразу три цветущих римских города – Помпеи, Геркуланум и Стабио. Развалины Помпеи были обнаружены случайно, спустя полтора тысячелетия после катастрофы. В конце 18 века археологи нашли руины древнего здания с надписью со словом «Помпей». То, что это древний город, подтвердил тщательный анализ раскопок. На месте тел людей и животных, погребенных под слоем вулканического пепла, образовались пустоты. Это дало ученым уникальную возможность реконструировать предсмертные позы жертв извержения. В Помпеях, когда делают раскопки, там щупом проходит метра три-четыре, если видят пустоту, заливают гипсом. И получают слепок того, что было. Что было, ничего нет. Пусто. Но слепок есть. Так нашли слепки многих людей, значит, этих вот собак, лошадей. До сих пор Везувий считается одним из самых опасных и мощных вулканов на Земле. Ученые не исключают, что спустя тысячи лет он снова проснется. И тогда современных итальянцев, поселившихся на склонах Везувия, ждет незавидная участь их далеких предков. В Везувии уже в нашем, в 79-м году, нашей эры, тоже была катастрофа, конечно, такая. Сказать, что таких больше катастроф не повторится за нашу историю, никто сказать не сможет, конечно. По приблизительным оценкам ученых, за время существования нашей цивилизации из-за извержений вулканов погибли сотни тысяч, а возможно и миллионы человек. И исследователи не исключают, что в 21-м веке человечество столкнулось с очередным этапом вулканической активности. И прогнозировать последствия практически невозможно. Это может быть связано с тем, что накопленной энергии предначально было больше, и разрядка при предыдущем событии была не полная, а допустим, половина. То есть осталась в этом объеме еще достаточно большая энергия. Так выглядит Тихоокеанский огненный пояс Земли. Ученые называют его местом аномальной тектонической активности. В этой зоне происходят самые мощные землетрясения. И именно здесь расположено большинство вулканов. Вокруг по периферии Тихоокеана все вот эти зоны перехода на континент, они все вот опасны. Значит, это вот, я еще повторю, если начать с севера-запада, это Алиутская дуга, потом Курильская дуга, Японская дуга, Филиппинская, такие сети вниз. А с другой стороны океана, это Чилийская зона, Центральная Америка, Северная Америка, там угора Каскадная. То есть вот все вот эти континенты. И вторая зона такая вот глобальная, это зона Коллизии Плит. Это Альпийско-Гималайский пояс, так называемый. Сейчас на планете насчитывается около 600 действующих вулканов, каждый из которых своеобразная бочка с порохом, готовая в любой момент взорваться. Наибольшую опасность для планеты, по мнению ученых, таит в себе дремлющий гигант Йеллоустонская кальдера. Это супервулкан, спрятавшийся под землей в национальном парке Йеллоустон в штате Вайоминг, США. Кальдера по-испански котел. Это огромная впадина, которая образуется при взрыве. Вот там регулярно извержения идут, начиная с 16-12 миллионов лет назад. Почему они идут? Потому что в земле, по мнению американцев, ну и мы так считаем, есть так называемые горячие точки, хот-спот. Они вроде как фиксированы, а североамериканская плита движется к западу, и она прожигает. Вот 14 миллионов лет назад было здесь, 12 здесь, 10 здесь. Извержение вулкана на протяжении 17 миллионов лет кардинально изменили рельеф окружающей местности. Более того, за это же время произошло более десятка так называемых суперизвержений, имевших катастрофические последствия. Последний раз этот вулкан просыпался 600 тысяч лет назад. Но с середины прошлого века снова стал проявлять повышенную активность. Что произойдет с планетой, если в 2013 году елоустонский гигант сменит свое ее постоянное ворчание на мощное извержение. елоустонский парк, вот туристическое место, сотни тысяч посещают, там гейзеры, значит, бьют вверх, горячая вода. И вот вроде бы этот район стал несколько подниматься, там стоят приборы, наклономеры, которые меряют наклон, скорость поднятия, землетрясения вокруг старого, больше мелких землетрясений, некрупных. это может свидетельствовать о том, что магма поднимается, понимаете, вот очаг есть, из очага магма поднимается, но вот если это рванет все, то мало не покажется. Смогут ли ученые договориться с елоустонским супервулканом? На этот вопрос пока никто не дает ответа. Но если извержение все-таки произойдет, то на Земле может случиться климатический апокалипсис, который неизбежно приведет к очередному ледниковому периоду. И в этом случае ученые оставляют человечеству не больше шансов на выживание, чем динозаврам. Последние исследования ученых говорят о том, что если начнут извергаться супервулканы, расположенные на нашей планете, то в атмосферу попадет столько пепла и газа, что солнечный свет и тепло не смогут проникнуть на Землю. Если расчеты ученых верны, то этот период может затянуться на несколько столетий. Эта катастрофа станет причиной парникового эффекта и, как следствие, на Земле наступит глобальное потепление. Мощное извержение вулкана это источник такого количества теплоаккумулирующих газов, которым может которым может позавидовать даже самые грязные электростанции Китайской Народной Республики. По подсчетам климатологов, в 20 веке средняя температура на земном шаре уже поднялась на 0,8 градуса Цельсия. Ничего подобного на планете не происходило уже более двух тысячелетий. Коль скоро рост СО2 в атмосфере за последние 100 лет, за период индустриальной эпохи был очень сильный и вообще говоря, за всю историю такого резкого быстрого роста СО2 не наблюдалось, то, естественно, это влияет на глобальную земную температуру, которая повысилась за последний век примерно на 0,74 градуса, даже побольше сейчас. Рост вот этот средней температуры, он сопровождается существенными изменениями очень многих компонентов климатической системы. Повышение температуры уже привело к стремительному таянью ледников по всему миру. На Кавказе, в Гималаях, в Америке, Швейцарии. А совсем недавно ученые Кембриджского университета опубликовали сенсационные результаты своих исследований. Они подсчитали, что льды Арктики могут растаять в течение четырех ближайших лет. В сентябре прошлого года был зафиксирован ледниковой шапки. Нынешний минимум, да, он достигнут, но предыдущий минимум был в 2007 году. Предыдущий исторически. А вот в 8, 9, 10, 11 было льда немножко больше, чем в 7. Поэтому тут бывают биения такие. Хотя в целом тенденция, конечно, на тайну. Более того, исследуя историю климата Земли, ученые пришли к невероятному выводу. Все природные катаклизмы на Земле периодически повторяются. Это значит, что наша планета не раз переживала периоды подобных потеплений. И даже более существенных. Это древняя карта Земли. В конце 16 века ее составил фламандский картограф и географ Герхард Меркатор. Невероятно, но Гренландия на этой карте изображена без ледяного щита, которым она покрыта в настоящее время. А в центре современной Арктики изображены море и четыре острова, которых сегодня также не существует. Но как такое возможно? Пытаясь найти объяснение этому загадочному факту, исследователи подняли десятки древних карт и документов. И в одной из северных летописей обнаружили доказательства того, что карта Меркатора абсолютно достоверна. В древних источниках подробно описаны морские путешествия викингов, которые спокойно плавали по Северной Атлантике, от Гренландии до Северной Америки еще в 10 веке нашей эры. А это означает, что сотни лет назад Гренландия была зеленой землей. Более того, то, что арктический климат был пригоден для жизни, подтверждают исследования современных ученых, которые обнаружили в Арктике остатки растений, характерных для засушливых степей. Что говорить о, допустим, более давних временах, там, плязой, мезозой, когда, собственно говоря, и даже в зоне полярных шапок на Антарктиде, на полюсе существовали тропические леса. И следствие этого вот именно было чрезмерно высокое содержание углекислоты в атмосфере, которое создавало этот прониковый эффект. Некоторые исследователи считают, что когда-нибудь ледяной щит Гренландии снова исчезнет. Произойти это может по прогнозу специалистов НАСА в ближайшие сто лет. Последствия будут катастрофичны для Земли. Избавившись от ледяной тяжести, североамериканская литосферная плита приподнимется, а евразийская опустится. И тогда всемирного потопа избежать не удастся. Если льды тают интенсивно, конечно, приведет и к подъему углевого океана, безусловно, и к подъему этих щитов тектонических, то есть Феноскандия, называется Феноскандия, это щит, Балтийский щит, где это ледники, он будет подниматься, конечно, он и так поднимается, это известно, медленно. Но если человечество сумеет сохранить ледники и нам удастся избежать всемирного потопа, то мы столкнемся с другой глобальной проблемой. Последние исследования ученых говорят о том, что теплое течение полная остановка Гольфстрима произойдет в ближайшие 50 лет. И тогда человечеству не избежать нового ледникового периода. Если допустить, что по какой-либо причине Гольфстрим либо останавливается, либо там куда-то просто поворачивает, не проникает уже далеко на север, а где-то там заворачивает на юг еще и в тропиках или в субтропиках, то да, значит, резко похолодает, конечно, в Европе прежде всего. И действительно, возможно, какие-то финальные перестройки климатической системы вообще всей глобальной. Самое мощное на планете теплое течение Гольфстрим переносит тропические воды в полярные широты. За одну секунду Гольфстрим переносит более 50 миллионов кубических метров океанской воды, что примерно в 20 раз больше, чем переносят все реки Земли вместе взятые. А в августе прошлого года физик-теоретик из Национальной лаборатории во Фраскате в Италии доктор Зангази взорвал настоящую информационную бомбу. По его данным, основанным на космических снимках, гигантское течение Гольфстрим практически исчезло. По мнению ученого, это стало одним из следствий катастрофического разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. От гибели всей экосистемы спасло то, что Мексиканский залив связан с Атлантическим океаном. Поэтому воды Атлантического океана циркулируя, заходя, область заражения нефтяного, они ее постепенно размешали, рассели, и это все постепенно перешло на большие площади и как-то рассосалось. Разлившаяся нефть кардинально повлияла на скорости направления Гольфстрима. Более того, последние снимки со спутников также доказывают, что Гольфстрим постепенно меняет направление своего течения. И если он замедлится или остановится, то это может привести к тому, что в течение пяти лет вся территория Европы и центральная полоса России покроются льдом. Замерзнут даже Африка и Азия. Если на поверхность воды вылетит очень много пресной воды, которая очень легкая, потому что она не соленая, то она заблокирует вот этот процесс, процесс конвекции и Гольфстрим начнет отодвигаться, вот станет таким, значит, потом усилится в силу обратных связей, но тем не менее значительный период времени может ослабнуть и перестать переносить эту воду. Тогда наоборот у нас возникает вот как бы такой колебательный процесс с отрицательной обратной связью и там начинает все это замерзать. По последним прогнозам остановка Гольфстрима или его поворот в обратную сторону, то есть на юг, приведет к резкому падению средних температур в Европе и Южной Америке. На экваторе выпадет снег, ледяная шапка накроет Африку и Австралию, а Аляска и Сибирская тайга превратятся в плодородные земли с тропическим климатом. Более того, последствия остановки Гольфстрима можно наблюдать уже сейчас. Минувшей зимой морозы в Германии доходили по ночам до минус 20 градусов Цельсия, а снег покрывал землю слоем толщиной около 10 сантиметров, чего не было уже много десятилетий. В декабре 2010 года сильнейшие за последние сто лет морозы накрыли и Великобританию, из-за чего были закрыты оба лондонских аэропорта. А ледяные зимние дожди в Москве по мнению западных ученых тоже отголоски Гольфстрима. Атлантика в этом отношении уникальна. И если в ней что-то произойдет такое кардинальное, то это повлияет на всю Землю, вообще все это почувствуют и очень сильно почувствуют. Вообще в принципе вот такое наступление ледникового периода это будет в общем катастрофа для человечества, потому что ну вот сейчас большинство развитых скажем стран Европы были под ледником. Там 10 тысяч лет назад всего-навсего там 12. То есть если это произойдет, значит все эти страны будут необитаемы. Впрочем противники версии остановки Гольфстрима уверены, что это очень мощное течение и чтобы изменить его направление или остановить потребуются сотни и даже тысячи лет. И если они правы, то у человечества еще есть время для того, чтобы найти способ спастись. Наша планета так устроена, что она все время живет в состоянии каких-то экстремальных состояний. И обязательно кому-нибудь снега насыпет очень много на голову, где-то обязательно будет засуха с жарой, куда-то обязательно придет ураган, где-то торнадо разнесут все дома до основания и так далее. Это обязательно будет происходить. Но если климатические аномалии отчасти предсказуемы и развиваются продолжительное время, то сюрпризы из космических просторов предсказать порой невозможно. За время своего существования наша планета не раз подвергалась атакам из космоса. Падения астероидов губили на Земле все живое. Так, 65 миллионов лет назад трагически закончилась эпоха динозавров. Огромный метеорит размером Саверест упал в районе современного городка Чиксулуп на полуострове Югатан. Взрыв от столкновения с Землей вызвал цунами и пожары, которые погрузили Землю во мрак на несколько столетий. Царство динозавров они просто исчезли. Потому что были изменения климатические, атмосфера изменилась, просто условия жизни изменилась. То есть вот эта угроза геологическая она и есть. И в общем-то человечество должно думать как в принципе когда-нибудь если это будет как с этим бороться можно. Последние несколько лет ученые космических агентств России, Европы и США разрабатывают возможные варианты отражения атак из космоса. Тем более что именно сейчас планете угрожает новая астероидная опасность. Огромный астероид Апофис названный по имени бога страха и разрушения неумолимо приближается к Земле. Мы его можем наблюдать только когда он пролетает мимо Земли потом он приближается к Солнцу или уходит за него и из Земли он становится совершенно ненаблюдаем. Семь лет из восьми мы его не видим потом год наблюдения и он снова пропадает. В ходе исследований ученые столкнулись со сложной задачей. Дело в том что астероид движется почти по одной орбите с нашей планетой которая довольно сильно притягивает его своим гравитационным полем. По расчетам раз в восемь лет Апофис проходит от Земли на опасно близком расстоянии. 9 января 2013 года смертельный астероид пролетел мимо Земли на расстоянии 14,5 миллионов километров и это сближение для землян было не опасным пока. Астрономы рассчитали что в следующее сближение в 2029 году Апофис пройдет на критически близком расстоянии от Земли когда влияние тяготения на него будет особенно сильным и столкновение может стать неизбежным. Мы на сегодня можем просчитать его траекторию только с некоторой ошибкой. Так вот в пределах этой ошибки есть небольшая доля траекторий которые через сближение попадают в Землю. Прогнозы ученых шокируют. Если Апофис упадет на Землю то это столкновение вызовет колоссальный взрыв. Возникнет ударная волна эквивалентная взрыву 10 мегатонных ядерных бомб которая уничтожит все в радиусе нескольких тысяч километров. В радиусе 100-200 километров будут сильные разрушения. Это если он упадет на сушу. Если в океан возникнет мощнейшее цунами но кратер возникнет на дне океана и там разрушения нам как бы не так интересны. Помимо этого в атмосферу поднимется много пыли много воды и на некоторое время может возникнуть похолодание примерно то что считали в программах и называли ядерной зимой. Там нет никакой радиации но количество выброшенной пыли примерно такое. По расчетам ученых полоса возможного падения метеорита охватит три четверти земного шара пройдя через Евразию Северную Америку и два океана. В какой именно точке этой полосы упадет Апофис предсказать пока невозможно. Чтобы не допустить страшной катастрофы ученые всего мира ищут способы остановить смертоносный объект. Главное по их мнению изменить орбиту небесного тела. Для этого одни предлагают установить на поверхности Апофиса ракетный двигатель, другие отшвырнуть его лобовым ударом космического корабля, третьи подорвать мощным ядерным взрывом. Если нужны более радикальные меры, ну, например, можно попытаться столкнуть его с Луной. Тоже возможный вариант, хотя, поскольку сейчас в программе освоения космоса Луна стоит на первом месте, возможно, это будет плохой вариант, и мы будем мешать тем, кто там будет жить. Но даже если ученые найдут способ остановить Апофис, смогут ли они решить более сложную задачу, точно рассчитать момент для удара, ведь у человечества будет всего одна возможность уничтожить смертоносный астероид. Однако некоторые исследователи делают пугающие предположения. Даже если наша цивилизация переживет все природные катаклизмы, то может погибнуть от рук самого человека, точнее от силы его мысли. Одно из древних пророчеств гласит, человечество погубит свет, но не будет ли он светом знания, науки, которая доведет человечество до края гибели. Совсем недавно группа немецких ученых во главе с Германом Отто Рослером выступила с сенсационным заявлением. Пытаясь защитить Землю от внешних катастроф, ведущие ученые мира сами ставят под угрозу жизнь планеты. Серьезные опасения исследователей вызывают эксперименты с большим адронным коллайдером. По их мнению, именно его испытания стали причиной многих землетрясений и изменений в атмосфере. Физики разгоняют в коллайдере элементарные частицы, протоны, почти до световых скоростей. И последствия таких экспериментов невозможно просчитать, поскольку установка не имеет аналогов. Цель вообще физики высоких энергий, как мы ее называем, или физики элементарных частиц, состоит в познании структуры материи, ну и космоса тоже, безусловно, нашей Вселенной. Для этой цели были построены несколько поколений различных ускорителей, на которых исследовались вот эти вот вопросы, получались знания, фундаментальные знания настроения материи. Ну и Большой адронный коллайдер, это вот последняя машина, которая была построена, самая мощная, таких машин не было. Самая сложная, уникальная и самая дорогая техническая установка в мире была создана учеными для того, чтобы понять ни много ни мало схему зарождения Вселенной, и проникнув вглубь материи, найти самую маленькую частицу, так называемую частицу Бога. Но самая большая угроза, по мнению противников эксперимента с коллайдером, может грозить планете от черных дыр. Черные дыры это объекты с экстремально высокой гравитацией. Их сила притяжения настолько велика, что даже свет не может покинуть такой объект. Черные дыры, возникшие в результате экспериментов в коллайдере, могут поглотить и всю Землю, и всю нашу галактику. Хотя не все ученые согласны с этим мнением. Можно привести такой пример. Скажем, столкновение двух пильярдных шаров энергия в миллиарды раз больше, чем энергия при столкновении протонов. Понимаете, но в результате столкновения шаров никакой катастрофы не произойдет. Правильно? Ну, в худшем случае шишку набьет кому-нибудь, если шар вылетит. А уж при столкновении протонов никаких неприятностей не может быть, тем более катастроф. 10 сентября 2008 года критически настроенные ученые смогли выдохнуть. Запуск коллайдера состоялся, а конец света не наступил. Однако уже первые испытания этой машины сопровождали весьма странные события, которые поспешили записать в недобрые предзнаменования. Во время предварительных испытаний коллайдера на американский континент обрушилась череда мощнейших ураганов, нанесших огромные разрушения и погубивших многие сотни людей. Меньше чем через месяц во время очередного пробного запуска ускорителя сильнейшие землетрясения мощностью более 7 баллов произошли сначала в Иране и Чили, затем в Индонезии и Японии. Имел ли отношение к этим катастрофическим событиям запуск коллайдера, ученые говорить не берутся. Но уже через 9 дней на ускорителе произошла авария, после чего он вышел из строя. Был там пробой в начале во время первого пуска в результате там контакты сгорели, жидкий гелий вытек. Это, конечно, техническая серьезная авария, но, тем не менее, никакого вреда она ни человеку, ни людям, так сказать, не принесла, не могла принести, потому что все скрыто на глубине под землей. Минувшим летом самый дорогой ускоритель частиц в истории человечества вышел на полную мощность и результаты не заставили себя ждать. Ученые объявили об открытии новой элементарной частицы, которую тут же назвали частицей Бога. На самом деле, вот совсем недавно было сообщение об этом, была обнаружена частица очень похожая на бозон Хиггса. Для того, чтобы сказать, что это действительно бозон Хиггса, нужно провести еще много исследований, они сейчас интенсивно проводятся, и, наверное, скорее всего, все-таки она окажется бозоном Хиггса, но пока сказать трудно. А факт, что новая частица открыта, это, конечно, великое открытие, он этот факт подтверждился. Каким последствиям могут привести новые эксперименты, ученые сказать не могут. Однако исследователи надеются, что коллайдер поможет им открыть многие тайны Вселенной и ответить на вопросы, существуют ли параллельные измерения, куда пропадают корабли в Бермудском треугольнике и куда исчезают НЛО, внезапно появляясь над нашими головами. Конечно, это сооружение уникальное, огромное, которых еще никогда не было видно. И оно, конечно, в каком-то смысле повышенной опасности. Поэтому мы сейчас не можем сказать, когда те знания, которые мы получим на Большом Адронном коллайдере, будут применены, то может пройти тоже сто лет или двести. Но, тем не менее, если их не получать, то прогресса никакого не будет совсем. Однако не все ученые настроены столь оптимистично. Сотрудники национальной лаборатории ферми в США считают, что подобное ускорение может привести к новому Большому Взрыву и, соответственно, к гибели не только планеты, но и всей Вселенной. По подсчетам исследователей, конец света может произойти через несколько десятков миллиардов лет. Так стоит ли человеку вникать в основы мироздания? Ведь приблизиться к Богу еще никому не удавалось. Более того, этот путь может стать губительным для нашей планеты. Какой дорогой пойдет человечество? Придумаем ли мы новые сценарии гибели цивилизации? Или задумаемся и постараемся спасти Землю, которая дала нам жизнь? Вселенная безграничная. У нее и без нас полно своих забот. И все-таки ученые уверены, основной закон Вселенной это глобальное равновесие, в котором все процессы взаимосвязаны. А это значит, что гибель даже такой ничтожной частички космоса, как наша планета, не может являться личной трагедией только населяющих ее существ. Земля вписана в глобальную систему космического равновесия. А значит, кто-то извне зорким оком следит за тем, чтобы планета Земля и живущий на ней человек образно говоря не наломали бы дров, создав тем самым проблемы другим жителям нашей Вселенной.